Туристы, приезжающие в Ригу и выходящие на эту ратушную площадь, в восторге. Они смотрят за вражённое на это здание, дом Черноголова, и восклицают, какой красивый дворец! Открою вам сейчас великую тайну. Это не дворец, это склад. Потому что строилось это здание в первую очередь для нужд прибывающих торговцев, для того, чтобы они складировали свой товар. И я вам это легко докажу. Мы сейчас обойдём вокруг личика парадного фасада и увидим желоба, куда поднимался груз. Груз складывался и в погреба, и на верхнее чердачное помещение. Мы обошли с торца это здание, находимся на тыльной стороне. И что мы видим? А наверху там жёлоб. В русском языке есть выражение «наворотить дел». Откуда оно произошло? Да вот с амбаром. Через желобок перекидывался сатрос и поднимался груз. Так что груз поднимался сюда и на четвёртый этаж, и складировался в погреба. И мы это увидим. Мы опять возвратились на Радушную площадь. Любуемся парадным фасадом, и меня все спрашивают. А вот там под Ольвами что-то написано. Расскажите нам. Так вот, под Левым Льёнком, там завет. Бог правдолюбцу воздаёт, веков прославив его род. А с правой стороны, под Ольвом, другое извлечение. А если смертный свой закон не чтит, достоин король. А сейчас мы зайдём внутрь и посмотрим. А стоило ли вообще туда заходить? А какое там убравство? Посмотрим, что я построила. А туристы удивляются. Как-то гид построила. А взгляните, на часами две даты. На часами. Первая дата. Когда впервые появилось это здание на этой площади, новый дом. А с правой, над часами. 1999. У нас была акция. Мы даём пять латов прорабу. Он выделяет нам кирпич и говорит, туда положи. Я положила. Моя дочка, моя соседка. Я знаю, где мои три кирпича. Какое я оставила наследству потомкам. Тут три моих кирпича. А там, в ратуше, в ключе, три моих ключа. Вот так. И вот мы открыли дверь. Перед нами перспектива. И что я хочу заметить. Когда я первый раз здесь оказалась. И взглянула на эти циклянные полы. Я долго не могла на них наступить. И вот работник музея говорит, да смелее, смелее. Один метр квадратный выдерживает 150 человек. А кто-то услышал и спрашивает. А как это вы так почитали? А вдруг 151? А вдруг 149? Как это вы так обнаружили? Так вот. Такие прозрачные полы. Известны уже очень давно. Вот, например, когда царица Савская приехала к царю Соломону, то она увидела, что под стеклом плавают рыбки. И она так уважала царя, зауважала царя Соломона. А сейчас я недавно смотрела ролик про самые ужасные бассейны в мире. И представляете, на огромной высоте тоже имеются бассейны. Люди могут поплавать и взглянуть на улочки города своего. Великолепные базы. Они стоят на вот станетах таких тоже украшенных. И что мы видим под этими базами? А там исторические погреба. Мы туда пойдем. Вот это склад, о котором я говорила. Билет в дом Черноголова стоит 7 евро для взрослых. Для пенсионеров скидка 5 евро. Но если вы желаете прогуляться с бокала бедна, то нужно заплатить 9 евро. А если с чашечкой кофе, то 8 евро. Вот такие возможности у вас. Чтобы вам было комфортно. Начинать прогулку по дому Черноголова надо с погребов. Это исторические погреба. Оригинальные. Это то, что на самом деле сохранились от этого здания. Поэтому, пожалуйста, вниз в погреб. Вот мы находимся у стены, где очень много наглядных пособий. Это временная линия. Она очень здорово оформлена. Потому что наверху, наверху, даты о важных событиях в мире. А потом уже ниже конкретно, что происходило в Риге. И еще ниже события, связанные с домом Черноголова. Временная линия. У нас много друзей. И мы можем пообщаться по электронной почте. И с друзьями в Англии. И в России. И в Украине. И где угодно. А что для меня историк. А историк, допустим, он знал, что Иван Грозный мог написать письма. И Мария Стюарт. И королеве Лизавете, кстати, сохранилось 11 писем. Вот такой почтовый роман. Поэтому эти вот циферки, даты, они очень важны для понимания, что же происходило в мире. Когда у него были перережания, я их спрашиваю. А кто знает, когда ослал город Рига? И молчание. Тишина. И когда город ослал? 1201 год. Молодец. Ну, до этой даты приезжающие викинги и в девятом веке путь из Варят в Греки, да, вот это поселение Ливов. Так что они через Даву, потом под Днепром и добирались, да, писали. А что там следующая дата? А что вот эта дата обозначает? Давай сейчас еще покажу. Иди сюда. Вот эти две даты очень важны. Иди сюда. Вот это очень важные даты. В 1413 году в одном из погребков собрались черноголовые, то есть холостые купцы. И подумали, надо создавать общество, надо как-то объединяться. А эта дата рядышком, когда появился устав, шрапи, то есть вот закон совместный с Большой Гильдией, какие правила они должны придерживаться, как торговать, в общем, все условия их деятельности. Вот эти астрономические часы приковывают все взгляды на фасаде. А вот тут я вам подробно расскажу, что же они означают. Вот наверху видите маленькую окружность? Вот она. Это фаза Луны. Вот ночью посмотрите в окошечко и убедитесь, Луна точно в таком состоянии, как на циферблате на фасаде здания. Тут-то картинка картонная, то что фаза Луны на большом циферблате. Стрелочка со ловушкой указывает месяц, стрелочка со снежирочкой и дату. А внизу знаки гороскопа. И вот существует такая легенда, что мастер Матерс, когда выполнила эти часы, они были самые красивые в мире. Он был ослеплен, чтобы не повторялось такое чудо больше никогда нигде. Пушка 17 века, мастер Гансмейер. Вот эта пушка, это подарок городу Дома Черноголовых. Пушка на лафете, посмотрите, как он красиво украшен. Вот этот лафет, деревянная побожка, уже сильные такие скобы. Но, по-моему, эта пушка ни разу не выстрелила. Вот я вам расскажу. Ну, забавный случай. Я провела экскурсию. Через две недельки мне звонит мужчина. Позвонила очень поздно. У меня уже был пейзажный эротический сон. И вот он мне задает вопрос. А вот я побывала в музее истории города Реги Мориходцева, вы посоветовали. Я не могу понять, какая же разница между Мортирой, между там пушкой Ардой и Куртом. Я думаю, господи, я уже пребываю во сне, а ему надо разницу пушек выдавать в один, что хочет. Пушки наши назывались по-разному. Котенок, орел. В общем, названия разные. И даже бывало описание на стволе, на этом бронзовом чуде, описание, как пушка должна сражаться и каких она успехов достигнет. Вот на этой стене представлено боевое оружие. Арбалеты, копье, пика, лук. И вот я всегда спрашиваю, вот как стрелять из лука и как стрелять из арбалета? Что нужно держать вертикально, а что горизонтально? Так покажи, где этот лук. Тут арбалеты представлены, лук все знают. Вот, лук, конечно, вертикально. Так покажи лук. Ну, видишь, нету, тут арбалеты представлены разные. А где арбалеты? Ну, вот, вот, рядышком, да? Ну, подойди, покажи. А арбалет, конечно, вот горизонтально. А легче из чего стрелять? Вот из лука, лучников, вы знаете, во всех сказках, да? Из арбалета. Ну, конечно, легче из арбалета, вставляется только там, значит, снаряд и все. А из лука можно несколько раз выстрелить, пока вы там справляетесь, вставляете в арбалет свое устройство зарядное. Так, а вот такой вопрос, что длиннее, пика или копье? Вот я не знаю, ты давай ответь мне. Подойдем, вот это, это у нас короче, короче, значит, это пика, а копье намного длиннее. В общем-то, это мужская тема. Мужчина тут получает огромное удовольствие просто камень. Продолжение следует... Мужчина. Субтитры создавал DimaTorzok. Казахстан. Казахстан. Продолжение следует...